Деловой стиль одежды – тренд этой пятницы. В этот раз участники проекта пробуют себя в качестве ведущих новостей. Нам сказали, как правильно одеться. Тексты нам были даны заранее. Старались, читали. Я надеюсь, что у нас все получится. Настрой уже сегодня более такой спокойный, размеренный. Уже знаем, что нас ждет, что нас ожидает. За плечами так называемый хромакей. Впереди суфлер. За кадром – голос режиссера. В эфире участники проекта. На то, чтобы поразить жюри – всего пять минут. Черговый диалог «Улады и молодцы». Кировник в области Анатолий Лис сегодня сустрелся со студентами Брестского университета имя Пушкина. Обчим ишла размова в материале Людмилы Салдиной. Самозанятые граждане Беларуси отримают мощность, уносят страховые взносины у Фонд социальной обороны насильництва. Было немножко волнительно, конечно. Я очень постаралась. Можно сказать, безошибочно. Все прочитала. Когда смотришь новости, на самом деле кажется, что это намного проще, чем оно есть на самом деле. Для многих конкурсантов сегодняшний день не просто очередной этап, а возможность воплотить мечту – сесть в кресло ведущего новостей. Сегодня очень важный день для меня, потому что мечта все-таки сбылась. Было незабываемо, непередаваемо и очень волнительно, потому что я долго готовилась. А вот некоторые не совсем справились с заданием. Новости интересны, на самом деле, но это немножко не то, что подходит мне, моему характеру, возможно, моему внешнему виду. Я считаю, что с задачей справился, но решать уже жюри и руководителям проекта, конечно. За участниками пристально следит и жюри. Свой вердикт озвучила и Алла Григорчук, заведующая отделом региональных новостей телерадиокомпании «Брест». Не скажу, что все однолького добра справились с этим заданием, а есть, конечно, частка тех, кто подает такие великие надеи. И я сподеюсь, что при належной подрыхтовке и праце над собой, у них все можно отраматься. В эту пятницу последняя пара участников посетила студию прямого эфира программы «Утреннее эспрессо». Это также один из конкурсных этапов. На протяжении всей недели конкурсанты принимали участие в прямом эфире программы «Утреннее эспрессо» в качестве гостей. Уже с пятницы наши телезрители имеют возможность поддержать конкурсантов своим голосом на сайте телерадиокомпании «Брест». Очень важно проанализировать, кто понравился зрителю больше, потому что от зрительского голосования тоже будет очень многое зависеть. Так что активно поддерживаем конкурсантов на сайте телерадиокомпании «Брест». Кто же станет участником пятерки финалистов, узнаем уже сегодня.